Как правило, у каждого из нас колодезная вода ассоциируется с кристально чистой и очень вкусной жидкостью. До сих пор у многих жителей и владельцев частных домов можно встретить колодцы. Даже несмотря на то, что почти во всех домах провели водопровод, люди все равно пьют воду из недр земли. Если для взрослых стакан колодезной ничья не повредит, то для младенца глоток такой водички может стать последним. Именно детский организм новорожденных детей очень чувствителен к повышенному содержанию нитратов. Существует отравление нитратами хроническое и острое. При остром отравлении развивается метгемоглобиномия, это кислородное голодание, то есть это вплоть до летального исхода, если большое количество нитратов в воде содержалось. Есть хроническое, то есть постепенное поступление нитратов, то есть при этом развивается нарушение деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Оптимальный вариант для грудничков – качественная бутилированная питьевая вода, которую также можно и нужно использовать при приготовлении искусственных смесей. Можно быть уверенным в том, что вода в бутылках не содержит нитраты, которые, к слову, увидеть невооруженным глазом невозможно. На глаз нитраты не обнаружишь. Это производится специальный химический анализ, благодаря которому мы можем выявить, есть нитраты, либо их нет. И часто, в теперешнее наше такое нелегкое время, очень часто обнаруживаются нитраты. Детям, конечно, такую водичку не рекомендуется, взрослым тоже не рекомендуется. Проверить воду на предмет содержания нитратов и других вредных веществ можно в лаборатории Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Но прежде чем нести воду на проверку, вспомните, когда последний раз чистили свой колодец. По нарративным документам необходимо очистить колодцы не реже, чем один раз в год. При этом должна проводиться чистка и дезинфекция колодцев. И еще ремонт оборудования. При этом необходимо откачать всю воду из колодца, потом очистить стенки колодца от загрязнений и поменять щебень на дне колодца высотой где-то 30 сантиметров. Чистый колодец – это залог чистой воды. Если соблюдать нехитрые рекомендации и элементарные правила гигиены, то выпить стакан колодезной жидкости не аукнется отравлением. Это что касается взрослого человека. Но ни в коем случае не поите ею младенца, даже если вам кажется, что вода чистая, как слеза, поскольку это может привести к гибели новорожденного.